всем привет друзья сегодня я хочу рассказать о такой снасти которую я лично для себя назвал убийцей судака звучит конечно очень громко и претензиозно но поверьте это и имеет под собой определенное основание собственно это видео я планировал сделать давно скажем так но для того чтобы он было нормально сделать так как я планировал нужно было чтобы встал лед на глубоких местах где можно половить нормально судака я бы его половил более целенаправленно скажем так получилось бы все это дело показать и рассказать по свежим следам но погода вносит свои коррективы сами прекрасно знаете какая нынче зима но где-то она конечно лучше ну вот у нас в киеве украине вообще в киеве в частности все очень плохо до сих пор уже конец января а говорить о льде вообще очень сложно а уж на судаковых местах там в принципе нету это сто процентов то есть если где-то можно найти какие-то заливчики чтобы половить окушка по твичку то судаке просто речи не идет поэтому я уже решил снять этот этот это видео чтобы уже закрыть этот гештальт но тянуть уже дальше просто не хочется так что давайте поговорим о такой штуке как ловля судака отвесная зим зимняя ловля судака на чертик я лично судака целенаправленно не ловил признаюсь сразу честно но несколько человек моих клиентов ловили целенаправленно судака на мой чертик с подвесным тройником на мою удочку на мой кивок под гирлянду то есть специально брали кивки ну полностью всю снасть только без легких чертиков брали исключительно нижние вот короче вот такой комплект то есть не все может быть типоразмеры набрали именно на судака и ловят они его очень успешно судака и берша где где берш разрешен к ловле замечательно просто вот отлично ну кто-то конечно ловит и не на моих на на какие-то другие крупные черти самодельные либо покупные но тем не менее именно с тяжелым кивком чертик отлично ловит судака причем эти люди говорят что однозначно причем что когда зачастую когда воблеры ратлины и прочие бокоплавые осы не работают хоть и там и обтрясись черт работает вот такая вот интересная особенность с чем-то связано не знаю но вот почему-то черный черт и не только черный на самом деле но в принципе работает принципе можно сказать что черный цвет он универсальный я поэтому и не делаю всякие кислотные хотя ну на самом деле можно в плане маркетинга да сделать варианты и оранжевые яркие кислотные зеленые желтые и их комбинация и различные там черные полосочки типа тайгера до точечки там и прочее можно пробовать всяко-разно но просто замечено что черный черт работает практически всегда он универсален то есть имея даже его только можно очень успешно ловить судака и берша повторюсь где это разрешено где берш или берш как правильно не не внесен в красную книгу где он где его можно ловить разрешенного размера что касается меня лично я целенаправленно как я уже сказал не ловил судака именно на нижнего черта но он неоднократно мне попадался во время ловли на гирлянду то есть ловишь на гирлянду а суда как известно он следует под слоями белой рыбы пастухи что как их называют пастух ну и время от времени ее ест и вот ты допустим светишь эхолотом видишь там ставил белой рыбы пускаю что-то гирлянду нижний черт может опуститься ниже зачастую и при проводке следует поклевка сколько было поймано мной этих судаков я даже считать не хочу многие из них были не крупным вот такая особенно сейчас у нас в днепре судака что очень много мелочи вот это стеклянных судачков просто море и люди недалекого ума эту мелочь тоже ловят пакуют и выбивая тем самым тем самым по голове я его пытаюсь отпускать просто дело в том что при если когда ты ловишь там судака с глубины там 15-20 плюс метров ты его вытаскиваешь он легенький да ты утянешь быстро не думая думаешь что маленькая густерка ты сейчас выпустишь и бушлый ты выхватываешь эту рыбу там судачок маленький и зачастую у него давление либо вылезшие глаза либо вылезшие пузырь и скорее всего он не жилец там есть там методики на прокалывание пузыря но чаще всего такая рыба не выживает приходится ее там брать ну у меня такое бывает довольно редко то есть я чаще всего это рыба благополучно отпускаю если рыба разрешенного размера я естественно беру в том году поймал максимально за двушку два с лишним судак ну это было вообще конечно для меня для меня это было рекорд по судаку у меня как-то судаками пока не складывается я у них никогда не упирался и не летом не зимой но вот двушечку я поймал вот его фотка качество правда не очень здесь вот он более заметен то есть рыба такая приятная была поймана вот на такое 4 граммового чертика да вот так вот идешь светишь кого там глубина где-то метров было по моему 14 и метрах там с 9 стоит слой белой рыбы я опускаю одна проводка какая-то густерка 2 проводка и вот повисает этот крокодилечка очень приятно было но более мелких судаков было мне они попадаются довольно часто у клиентов это вообще тема постоянно судаки попадаются то есть я со стопроцентной уверенностью могу сказать что эта тема абсолютно четко рабочая и очень-очень эффективная зачастую гораздо более эффективная чем все варианты плеснений если говорить просто о ловле на гирлянду и попутных поимках судака то тут есть такое неудобство как и в любой ловле на гирлянду это вот цепляние чертей за лед особенно когда поимка на нижнего то есть у тебя все твои там четыре чертика по ходу дела могут зацепиться за лед это все неприятно когда мы целенаправленно идем на судака с такой снастью мы естественно всего этого спокойно избегаем спокойное вываживание без всяких вот этих вот эксцессов зацеплением чертика за нижнюю кромку понятно что опытный гирляндист он все эти вещи моменты умеет избегать там это приходит с опытом но все равно когда ловишь на одиничную приманку всегда комфортнее и проще на вываживание значит кроме судака собственно говоря на этих чертей во время ловли на гирлянду попадается просто вся рыба то есть я ловил все вот часть даже на видео попадала то есть вот синец густера судак понятное дело очень много ловится чихоник на эти вот нижние черти просто много можно просто целенаправленно если у вас стоит чихонь можете смело без гирлянды опускать вот это вот крупного чертика в стаю и ловить очень эффективно попадается часто и причем довольно крупная вот например сабли там 60 сантиметров было я на него ловил и плотву к сожалению на видео мне она не попала ну как-то у меня далеко не все попадает на видео но плотва была такая в районе полукила на крупного кстати черта вот такого 6 граммового здоровенная плотва очень даже замечательно попалась ловила я на них даже окуней и ршей вот пожалуйста то есть когда пытаешься на самое дно и проводка одна попадаются и рши то есть причем размер реша до размер этого черта это был по-моему 2 граммов если не ошибаюсь или не не это был 4 граммов 2 граммовыми тот год не ловил значит по самой удочки тут говорить особо нечего это она может быть любой тут я не не буду ничего говорить что у меня там когда особенно нет но это моя конструкция она называется черная гадюка уже достаточно популярные многих она есть значит кивки я их назвал жало это жало 2 с такой вот вот такой компоновки вот с фидерными колечками как фидерные мелкими колечками керамическими вставками то есть защищенного пружины для перри пережима перегибания чтобы не ломалась вот в этой части и они сменные то есть от коннектор можно их менять на удочке различные кивки но это такое детали то есть кивок опять же может быть различные но просто он должен быть рассчитан на большие веса то есть тут у меня самый крупный черт это около 9 грамм его написано 8 на самом деле он около 9 те ребята которые делали мне форму не вполне в общем попали профессионалы вы они из них не ахти так но это по моему то по моему все таки 4 да это перегруз идет это если не ошибаюсь 4 граммовый кивок до 4 граммовый кивок значит чтоб что сказать по проводке проводка может быть разные то есть тут надо пробовать бывает так что бывает плотвейная проводка такая быстро быстро срабатывает но чаще всего все таки это вот что тут такие плавные покачивания широкой амплитуде чаще всего срабатывает именно такая проводка поклевки это не то что там когда бель клюет там где просто остановка бывает зачастую или небольшое вздрагивание сюда клюет обычно очень ярко то есть это либо резкий подброс то есть ты делаешь проводку у тебя такой бум наверх то есть полностью распрямляется он видимо подбивает его и к его практически взлетает вверх либо это резкий уход вниз то есть это резкий удар то есть но чаще всего судака видно когда ловишь на гирлянду чаще всего можно понять что это именно судак но то как бы потом уже когда анализируешь когда у тебя поклевка ты конечно об этом не думаешь ты начинаешь уваживание а потом уже вспоминаешь ага там был такой резкий удар вниз что касается тестов ну понятно что такой допустим на 2 граммовый на самом деле два с половиной грамма конечно же тоже можно ловить судака сто процентов надо пробовать просто бывает так что ему нужно совсем деликатную приманку ну допустим вот тут двух килограммовый судака я поймал вот на такую четырех четырех с половиной граммового чертика такой вот то есть такой уж сильно большой но тем не менее очень рабочий на этого же чертика кстати 4 граммового у меня получается самый рабочий на тот год был я вот это вот ловил отлично чихонь именно такого здоровенного другого здоровенного черта чихонь жрала аж вот это вот в шахту что называется выговорить приходилось просто замечательно такой длинный до чертик опять же как я уже говорил может быть разный вот мое личное это кстати авторское видение что я делаю такую бусину пишу там где я подсмотрел подобную конструкцию там этого не было тук сид я и не придумал то есть черт с подвесным тройником это его еще там как-то грейдер называют как-то так это вещь давно известная давно используем и тут я ничего сказать не могу ну то я решил что такая крупная желтая бусина на крючке даже может быть где-то в ущерб зацепистости да то есть крючок 14 номер и такая большая бусина но тем не менее я считаю что она именно вот очень хорошо работает по привлечению вот на вот этих на крупных чертях то есть 7 и 9 граммовых меня стоит крючок 10 номера он скажем ну наверное более более органичен с этой бусины на размер бусины тот же ну в общем резюмируя кто не знал о таком способе я очень-очень рекомендую попробовать потому что ну действительно и я сам видел что вот у нас там на нашем любимом заливе сосны так называем вот там люди ездят далеко не только для того чтобы ловить на гирлянду но и ловить судака и там окуня в берегу хорошего можно иногда найти я там в том году плату на безмотылку ловил отлично ну такой очень разноплановый залив туда можно приехать туда надо переправляться на лодке тоже стоит денег там очень свои сложности но на того стоит что ты можешь просто за день попробовать все что хочешь и половить и судака и на гирлянду и плату и окуня и леща там большие широкие возможности зачастую видишь судочатников да ну их видно они обычно ловят стоя и вот это вот подбрасывают удочки длинные удочки они зачастую санками хотя санки хотя некоторые гирляндчики тоже санками но это этого делать нельзя ребята кто не в курсе санки для гирлянды это зло белая рыба очень боится санок и бура это аксиома который к сожалению никто не все знают то есть опытные гирляндчики знают но новички зачастую нет и вот это вот сидишь такой на стае ловишь или пытаешься ловить и вот такой приходит садник апокалипсиса с санками а если еще и сбура начинает бурить то это все это можно просто смело вставать и уходить судочатники они зачастую санками и и ловят стоя и вот смотришь и не клюет буквально придешь тоже место оба стая белая рыба опускаешь не гирлянду густерку поймал об судачок то есть в том же месте практически на тех же самых грядках я лично вот для себя как я уже сказал эту снасть называю убийца судака но это как бы мое личное такое отношение к ней но я вам очень рекомендую правда попробуйте попробуйте ловить на крупную такую чертообразную приманку ну в общем я все что хотел рассказать по этому поводу и рассказал если вы конечно просто скажем так апологи от блесни блеснительной ловли вот туда конечно нет а если просто вы хотите рыбу поймать и попробовать разные способы очень рекомендую ставьте пальцы вверх или вниз подписывайтесь на канал всем спасибо за просмотр всем пока